Дом бы ты не приехали все-таки, а? Вчера уже разговаривал с ними, считай, в 9 часов. Что-то брат сегодня один. Я беру скамейку тащу. Одни девчиши, вот девчиши, гляди, молодец, тебе прям. Нравишься ты и дядя Валер? Какой? Английский? Да. Нет? Не любишь английский? Ну и ладно. Английский? Английский это великий язык. Они захватили полмира, никто столько никогда не захватывал. Самая могучая держава, английская, британская. А какой был? Новый? Старый? А так вы все государства. В Испании, Португалии, Виталии, во Франции. Пустишь на возвращение? Да, да. Я должен выйти и пройти, но я толстый просто. А, да, конечно. Песня. 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 день. Духом Твоим Святым просвети сердца наши, наполни их любовью к ближним друг к другу. Сохрани нас в любви и согласии единомыслию по Слову Твоему. Тебе же славу высылай ему Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Евангелие от Луки, 6 глава, с 12 по 19 стихи. В те дни зашел на горы помолиться и продолжил всю ночь молитвы к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал... Громче! Которых... Молодец! С 17 стиха. Погромче, Сережа, ничего не слышно там в интернете. Да, и кстати, дайте ему сесть. Уже договорились, что он будет читать. Сюда продвиньтесь, дайте ему там сесть, пускай читает, сидя. А то ты в стол читаешь и отражается, видать, ничего не слышал. Люди там жалуются уже. Ну конечно. Сного как бы благоговеренности. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. И сойдя с ними, стал он на ровном месте и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов. И исцелялись. И весь народ прикасался к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Толкование. Господь все творит в наше научение, чтобы и мы так же делали, как Он. Вот, например, Он намерен молиться. Он восходит на гору, ибо молиться должно, успокоившись от дел, и не перед лицом многих. И молиться через всю ночь, а не так, чтобы встать на молитву и сейчас же перестать. Избирает учеников после молитвы, желая научить, чтобы и мы, когда нам приведется поставить кого-нибудь на духовное служение. Брали за это дело с молитвой, искали руководство от Бога и его просили показать нам достойного. А Господь имел силу исходящую от него, ибо Он сам был источник силы, тогда как пророки и святые получали особенную силу свыше. С 20 по 23 стихи. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил, блаженны нищие духом, ибо Ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вас смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас и будут поносить и понесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение, горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Толкование. Господь, рукоположив учеников через блаженство и учения, приводит их в более духовное состояние. Вообще же все блаженства научают нас умеренности, смирению, уничижению, перенесению поношений. Подобно как горе назначается, простите, подобно как горе назначается в уделах тем, которые богаты в нынешнем веке. О них говорит, что они получают утешение, то есть здесь, в настоящем веке, кушают радости, веселятся, наслаждаются удовольствиями, получают похвалы. Устрашимся, братья, так как горе тем, кто имеет похвалу от людей, ибо должно заслужить похвалу и от людей, но прежде от Бога. Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 по 31 стихи. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и в весон, и каждый день пиршествовал блистательным. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпиях и желал напитаться крошками, падающими от стола богача. И псы, приходя лизали струпья его, умер нищий, и отнесен был ангелами на луна Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Толкование. Эта речь стоит в связи с предыдущей. Поскольку выше Господь учил хорошо управлять богатством, то справедливо присовокупляет и сию притчу, которая примером случившегося с богачом указывает на ту же самую мысль. Речь это именно притча, а не действительное событие, как некоторые думали, без основания. Ибо не настало еще время неправедным наследовать благо, негрешным противным. А Господь придал речи образность, как бы немилосердных, чтобы как немилосердных вразумить, что им принадлежит в будущем, так и злостраждущих научить, что они будут благополучны за то, что переносят здесь. Богача в притчу Господь взял без имени, поскольку он не достоин и именоваться пред Богом. Как и через пророка сказано, не помяну имен их устами моими. Псалом 15, 4 стих. А онищим упоминают по имени, ибо имена праведных записываются в книге жизни. Говорят же, что о предании евреев в то время был и в Иерусалиме некто Лазарь, находившийся в крайней бедности и болезни, и что Господь о нем упомянул, взяв его в притчу как явного и известного. Богач был во всех отношениях благополучен. Он одевался в порфиру и весон, и не только одевался, но и всяким другим удовольствием наслаждался. Пиршествовал блистательно. Сказано, и не то, чтобы ныне, да, а завтра нет, но каждый день. И не то, чтобы умеренно, но блистательно, то есть роскошно и расточительно. А Лазарь был нищий и больной, и при том в струпьях, как сказано. Ибо можно болеть, и однако ж не быть в ранах, а от сих увеличивается зло. И повержен был он у ворот богатого. Новая скорбь видеть, что другие с избытком наслаждаются, а он томится голодом. Ибо он желал насытиться нероскошными ястами, но крошками от них, которыми питались псы. Никто не заботился и об излечении Лазаря, ибо псы облизывали ран его, так как никто не отяготял, так как никто не отгонял их. Что же? Лазарь, находясь в таком бедственном положении, хулил бога, поносил роскошную жизнь богача, осуждал бесчеловечие, роптал на промысл? Нет, ничего такого он не помышлял, но переносил все с великим любомудрием. Откуда это видно? Из того, что когда умер, его приняли ангелы. Ибо если бы он был ропотник и богохульник, он не удостоился бы такой чести. Сопровождение и несение ангелами. Умер и богач, и похоронили его. Еще при жизни богача душа его была поистине зарыта. Она носила плоть, как гроб. Поэтому и по смерти его он не ангелами возводится, но не сводится в ад. Ибо не помышлявший никогда ни о чем высоком и небесном, достоин самого низшего места. Словами похоронили его, Господь намекнул на то, что душа его получила в удел преисподнее и мрачное место. Евангелие от Луки, 16 глава, с 23 по 26 стихи. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, его запив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени север». Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Толкование. «Как Адама, изгнав из рая, Господь поселил перед раем», читаем об этом в книге «Бытие» в 3 главе 24 стихе, «чтобы страдания, повторяющиеся при постоянном виде рая, давало Аврааму яснее чувствовать лишение блаженства, как и сего бога, так и сего богача осудил пред лицом Лазаря, чтобы, видя, в каком состоянии находится теперь Лазарь, богатый чувствовал, чего он лишился через бесчеловечие. Почему же богатый видел Лазаря и не другого, кого из праведных, но на лоне Авраама? Поскольку Авраам был гостеприимен, а богатого нужно было обличать в нелюбви к гостеприимству, поэтому богатый и видит Лазаря с Авраамом. Сей и мимо приходящих приглашал в дом свой, а тот презирал и лежащего внутри дома. Почему богатый обращает просьбу свою не к Лазарю, а к Аврааму? Может быть, он стыдился, а может быть, думал, что Лазарь помнит его зло и по своим делам заключил и о Лазаре. Если я, мог он думать, наслаждаясь таким счастьем, презирал его, угнетаемого таким несчастьем, и не уделял ему даже крошек, но тем более он, презренный мной, вспомнит зло и не согласится оказать мне милость, потому что он обращается со своими словами к Аврааму. Думай, вероятно, что патриарх не знает, как было дело. Что же Авраам? Он не сказал богачу, бесчеловечный и жестокий, не стыдно ли тебе? Теперь ты вспомнил о человеколюбии. Но как? Чадо. Смотри на сострадательную и святую душу. Мудрец какой-то говорит, смиренную душу не возмущай. Поэтому и Авраам говорит, Чадо, давай через сие знать ему, что именовать его так, милостиво даже теперь в его власти. Но и только, а что более сего, он ничего не власти сделает для него. Что могу, то уделю тебе, то есть голос, сострадание. Но чтобы перейти отсюда туда, это не в нашей воле. Ибо все закончено. Хотя некоторые осквернили себя злодеяниями, но дошли до крайней степени злобы. Хотя дошли до крайней степени злобы. Но когда-нибудь сделали же они одно или два добрых дел. Поэтому и богач имел какие-нибудь добрые дела. И так как он в благоденстве здешней жизни получил воздаяние, то и говорится, что он получил доброе свое. А Лазарь злое. Может быть и он совершил одно или два злых дела и в скорби, которую здесь претерпел, получил за них должное воздаяние. Поэтому он утешается, а ты страдаешь. Пропасть означает расстояние и различие между праведными и грешниками. Ибо как произволения их были различны, так и обители их имеют большую разность. когда каждый получает воздаяние соответственно произволению их жизни. Приметь здесь и возражения против оригинистов. Они говорят, что придет время, когда муки окончатся и грешники соединятся с праведниками и с Богом и таким образом будет Бог все во всех. Но вот мы слышим, Авраам говорит, что хотящие перейти отсюда к вам или оттуда к нам не могут сего сделать. Поэтому как из участи праведников невозможно кому-нибудь перейти вместо грешников, так невозможно учит нас Авраам перейти из места мучения вместо праведников. И Авраам без сомнения более застоен веры, чем ориген. Что такое ад? Одни говорят, что ад есть подземная мрачное место, а другие называли адом переход души из наглядного в невидимое и безвидное состояние. Ибо доколе душа находится в теле, она обнаруживается собственными действиями, а по разлучении с телом она становится невидимой. это это и называли адом лоном Авраамовым а это и называли адом лоном Авраамовым называют совокупность тех благ, какие принадлежат праведникам по ходе их бури в небесные пристани. Поскольку и в море заливали лоном как бы обыкновенно называем места удобные для пристани и успокоения. Обрати внимание и на то, что в день тот обидчик увидит, в какой славе будет обиженный им, а сей в свою очередь увидит, в каком осуждении будет обидчик. Подобно как здесь богатый увидел лазаря, а сей опять богатого. С 27 по 31 стихи тогда сказал он так прошу тебя отче пошли его в дом отца моего ибо у меня пять братьев пусть он засвидетельствует им чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему у них есть Моисей пророки пусть слушают их. Он же сказал нет отче Авраами но если кто из мертвых придет к ним покаются тогда Авраам сказал ему если Моисея и пророков не слушают то если бы кто из мертвых воскрес не поверят. толкование несчастный богач не получив облегчения своей участи прилагает просьбу о других смотри как он через наказание пришел к сочувствию другим и тогда как прежде презирал лазаря у ног его лежащего теперь заботится о других которые не находятся при нем и умоляет послать в дом отца своего лазаря из мертвых не просто кого-нибудь из мертвых но лазаря чтобы видевшие его прежде больным и бесчестным увидели теперь увенчанным славой и здоровым и бывшие свидетелями его убожества сами сделали созерцателями его славы ибо очевидно что ибо очевидно он имел бы явиться им славе если бы нужно было ему быть проповедником достойным вероятием что же сказал Авраам у них есть Моисей ты говорит не так печешься о братьях как Бог творец их он приставил к ним бесчисленных наставников а богач говорит нет очи ибо как сам слыша писания не верил и слова их считал баснями так предполагал и о братьях своих и судя по себе говорит что они писания не послушают как и сам он но если кто воскреснет из мертвых поверят есть и ныне подобные люди которые говорят кто видел что делается в Азии кто пришел оттуда и возвестил нам пусть же они послушают Авраама который говорит что если мы не слушаем писаний то не поверим и тем кто пришел бы к нам из ада это очевидно из примера иудеев они так как не слушали писаний не поверили и тогда когда видели мертвых воскресшими даже помышляли и убить Лазаря Евангелие от Иоанна 12 глава 10 стих равным образом и после того как распяли Господа воскресли многие усопшие об этом мы читаем Евангелие от Матфея 27 глава 52 стих иудеи дышали на апостолов еще большим убийством при том если это воскрешение мертвых было полезно для нашей веры Господь бы Господь творил бы оно и часто но ныне ничто так не полезно как тщательное исследование писаний Евангелие от Иоанна 5.39 воскрешать мертвых хотя призрачно удручился бы и дьявол и поэтому ввел бы неразумных заблуждения все между ними учения об Аде достойное своей злобы а при здравом нашем исследовании писаний дьявол не может ничего такого выдумать ибо они писания суть светильник и свет 2 Петра 1.19 при сиянии которого вор обнаруживается и открывается и так нужно писанием верить а не требовать воскрешения мертвых можно понимать притчу сию и в переносном смысле например так что лицо лицом богача обозначается народ еврейский он прежде был именно богат обогащен всяким знанием и мудростью и речениями божьими которые честнее златой камень и многоценных притча 3 глава 14-15 стихи он одевался в порфиру и весом имея царство и священство и сам будучи царским священством богу книга исход 19 глава 6 стихи порфира намекает на царство о весом на священство ибо левиты при священодействиях употребляли облачение из весом он и веселился во все дни блистательно ибо всякий день утром и вечером приносил жертвы которые носили и название бесконечности то есть непрерывности лазарем были язычники народ бедный божественными дарованиями и мудростью лежавший ворот ибо язычникам не позволено было входить в дом божий вход их туда считался осквернением как видно из книги деяний асийские иудеи с возмущением кричали на павла что павел язычников во храм и осквернил сие святое что павел ввел язычников во храм и осквернил сие святое место читаем в книге деяний 21 2 27 28 язычники изранены были зловонными грехами и своими ранами питали бесстыдных псов бесов ибо язвы наши духовные для них удовольствие язычники желали питаться крошками падающими со стола богача ибо они не имели никакого участия в хлебе укрепляющем сердце псалом 103 15 и нуждались в пище тончайшей немного и разумной как жена хананейская будучи язычницей желает напитаться крошками матфея 15 22 26 27 народ еврейский умер для бога и кости его омертвели так как он не делал никакого движения к добру и лазарь то есть народ языческий умер для греха иудеи умершие в грехах своих сожигаются пламенем зависти ревнуя как говорит апостол о том что язычники приняты в веру римлянам 11 11 а язычники прежде бедный бесславный народ по справедливости живут в недрах Авраама отца язычников Авраам был язычником уверовал в бога и от служения идолам перешел к богопознанию поэтому и те кои стали участниками его обращения и вере справедливо покоятся в его недрах наследовав такую же как и он участь обители и восприятие благ иудейский народ желает хотя одной капли от прежних законных окроплений очищений чтобы язык его прохладился и мог смело что-нибудь сказать против нас в пользу силы закона но не получает ибо закон только до Иоанна Матфея 11 13 жертвы и приношения ты не восхотел Солом 39 7 и Даниил предвосвестил запечатаны были видения и пророк и помазан был святый своих Даниила 9 24 то есть прекратились и заключились комментарий знаете Тихонович Алапкин дорогие батюшки дорогие архиереи возьмите в руки эту книгу и отойдите от книжней полки православные создали особое очень благоговение отношения к Евангелию превышающее всякое человеческое разумение Евангелие можно носить только выше головы и только в закрытом виде с хорошими застежками все это должно быть пышно обставлено с принесением свечи громкими возгласами дьякона и жуткими завываниями причтения этой святыни на непонятном языке застежек как правило на этих мощных крючках две но невидимых для людей замков секретами на Евангелии 4 первый читается в алтаре в отдалении от народа предполагается что это письмо божие читают самому богу но не народу а ведь могли бы вынести и на середину храма второй замок повернулись к народу спиной почему это письмо мысли накаж нашего отца своим детям ни один указ царя президента правительства так не считается объяснение только одно ради благоговения создается тайна и Евангелие скрывается от народа священниками взявшими ключ разумения Евангелие от Луки 11.52 горе вам законникам что вы взяли ключ разумения сами не вошли и входящим воспрепятствовали книга Ездры 4.18 письмо которое вы прислали к нам внятно прочитано предо мною про книемя 8.8 и читали из книги из закона Божия внятно и присоединяли толкование и народ понимал прочитанное третий замок читается на церковно славянском языке которого не знает ни один человек в том числе и читающий почему бы не прочитать по русски на родном языке как это принято у других православных народов у греков Евангелие всегда читается лицом к народу с выносом на средину и четвертое Евангелие не читается а речитативом поется при том особо утвердившей по особо утвердившейся схеме начинается гудением шмеля в дупле как пишет Якуб Колос в растаниях а заканчивается таким диким завыванием диакона что кажется или у него пупа оторвется или сделает в церкви то что чего делать нельзя но считается ценным очень важным как пишет Репин рев зев в лупоглазе если эту книгу толкования блаженного фифилакта снимут с полки и обязательно выйдут с нею на улицу постоят с закрытыми глазами хотя бы минут пять а после этого заново перечитают толкование на этого места то не завопиет ли душа такого противодиакона Господи да что же мы наделали да почему мы забыли про этот народ который идет мимо меня да какое же мы имели право скрыть слово твое да две застежки и четыре замка какой же ответ мы дадим тебе на страшном суде Господи мы скрыли великое слово твое и мы ответственны что люди не верят в тебя эти добрые книги добрые толкования стоят на полках сами по себе а мы действуем сами по себе соедини это толкование с нашей душой помоги нам духом святым воплотить это толкование в жизни блаженный феофилак моли Бога о нас чтобы те скотомогильники которые мы устроили в храмах превратились в истинный виноградник живых душ мы жаждем проповеди награди нас талантом проповеди этим священнодействием благовестия Господи всели в нас благодать призывающую Господи коснись сердца народа благодатью обращающей Господи сделать через нас чудо чтобы родившиеся свыше получили через нас благодать освящающую святых таинств православной церкви да исчезнет безбожие да разрушатся все евеси через Твою проповедь через наши уста Аминь Аминь Спасибо, Христос Слава Богу Спасибо, Христос за молитвы Взять исцелился ангена у него прошла Какая вирусная ангена была герпетическая У кого? У зятя У зятя Прошла, да? Да Исцелился Я написала спросила где Они ответили что они вчера не догрузили уголь и они сейчас пошли во Власику в кран во Власике и оттуда сразу доделать потому что Ивану в обед уже обратно ехать Ну так ответили Он мне сказал что в понедельник уезжали вчера в 9 часов вечером разговаривал с ним Ну значит будут таскать до победы Завтра и есть понедельник А он что? Сегодня сезон был Сезон Завтра выходной понедельник Чтобы успеть Хотя да завтра могли бы таскать А написали что боятся дождя Занятий завтра нету Значит морозов боятся Селлофаном накрыли Да Ну ладно Неизвените на эту ситуацию Вчера с ними разговаривали что они будут в воскресенье здесь на службе и будут на занятиях и так далее потому что в тот раз их не было Просто проспали и все больше ничего Мы боимся что он пойдет дождь и все промокнет Надо затаскать Пусть затаскают Чушь Пусть 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 Как там у Валерия с Натальей? Новости никаких ни худых ни хороших так что все Ну продолжайте молиться А Валерия А Валерия и Наталья? Да За Терентия с Екатериной Пусть Да Ну вот За Терентия с Екатериной и Людям Малинцев Сегодня у них Тайство Венчание Много лет Кто-то из наших поехал Ну кроме Севастьяна По-моему Севастьяна только Андрей поехал А Таня Андрей какой Таня там Головач Головач Нет Я еще раз не мозгал Он поедет в командировку Сказал поедет Вечером поздно Он написал Вернее И сейчас утром Что он уже в Потеряевке Его серьезно молила Надежда Васильевна Он ей летом обещал Что он ее вывезет оттуда Со всеми поклажами И он говорил еще днем Что он не едет никуда По дороге И все остальное Такое Как бы на свадьбу Он не собирался А он едет исключительно После свадьбы Надежда Васильевна Выезжает оттуда Она там и жила Чтобы дожила до свадьбы Она не приехала раньше Пока дороги были Потому что она хотела До свадьбы там остаться Так поэтому погода стоит Что не видите что ли А вот Игнать Игнать Почему ты не поехал на свадьбу Вот спрашивают некоторые Почему Игнать 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 не поехал на свадьбу Ну она-то там сидит Я он не любит А Игнать Игнать Любитый свадьбу Пожилого В общем Возвращение Тихо Я получил нагласительную На открытке Все Ну это По-другому и нельзя А Даша Невеста Из старообрядцев Она мне приходится Моя сестра Валентина Ей родная бабушка Отец не хотел ее отдавать Никак Но они уже познакомились И понравились друг другу Жених почти без бороды Только щитына Это я никак не могу принять Сам по себе добрый Закончил университет С отцом сейчас работает Безотказный Ну Тихий Спокойный Ну а если Глянуть дальше То из этого Вполне может быть Что Жизнь пойдет На уровне Подхаблучника Потому что С первой минуты Уже Идет не так Не в том свете Я приду А зачем Для благовестия Я считаю Последнее бракосочетание Потеряевки Это Савченко Виктор Николаевич И Жена его Яна Кравникова Теперь она Конечно На его фамилии Как она была одета Как были люди Все было под контролем Все Здесь по другому Я рассказываю Жуткий историк Даже Сегодня Еще проглотить Не могут Вот пример Последний раз Я был на свадьбе На всей Близкие такие люди Родственники Я за стол Не сажусь Вот здесь были Даже убитие Я за стол Не сажусь Видели кто там был Я стоял Определенная причина И причина Не каждый ее выдержит Когда скажешь Здесь что получается Много людей Сколько я не знаю Человек 60 Было Я про другую свадьбу Говорю Все идет благополучно Повенчальность Нормально Этого недостаточно Тоже оказалась Жених Жених Из старобрядцев И вот взяли Быстренько там Волосы помочили Она теперь Старобрядка Она никакая Старобрядцев приобретают Только через смешанные Браки Идите Все там лежат Все там лежат где-то Она осеменилась Теперь Видит что Детей растет Все кончилось Дело По ушам До свидания Она одна Дальше будет жить Даже одна Но у нее За этим даже Говорить нельзя Скажут О, я узнал То что Он Чуть Четыре Где-то маленько Там сразу Твоя дочь Пошла туда Ты не досмотрел Замечания И проще С еретиками Знаешь Мы Вот для них Все еретики Кроме их Даже старобрядцы Которые Точно так же На старых книгах И только не с ними Одного Зыбковская Тоже еретики Те же самые книги Те же персты Уже никак не идет И здесь Ну батюшка Так крестит Наш И от нее Ничего не требуется Не надо Как из их Старобрядцев Он пошел То его надо Довершать Они говорят Теперь В тазик воды Нальют Он ногами встанет Ну и дальше Отрещется там И Серапима Саровска Все что За 330 лет было Церковь Все это незаконная Канонизация То есть Иритики Чего у них То есть Богохульство И может быть Похулить Духа Святого Представь себе Труженики Сколько трудились Перевели на русский язык Библию Они все это Не признают И ты должен Отречься Да стоит ли того Невеста и прочее Дальше только Жизнь идет Какая Я сам Если там бы был Ну конечно Кое-что сказал бы Но они приехали А батюшка Он Знаете какой Ему лишь бы было Все хорошо А хорошо достигается Не очень просто А я могу сказать Ну вот недавно В другом городе Нашу сестру взяли Приглашение было Все Ну я приеду Там Ну Нежелательно Тут будут люди Которые вас знают У них будет Некомфортное состояние А я видел Когда же эти ездили Все сразу Скинули С тебя Некоторые наши Роды С плотком Были Рокова Голые Не в Потеряевке Притом Потеряевская сестра И как ее одели В первую очередь Показать Какие у ней башни Посмотрите на Груди Это говорится Песня песня То есть у ней Груди Все есть Все это ясно Щетка А сверху Чтобы просматривалось Я послал туда аппарат Снимают Приносят Я посмотрел Выставить Не могу У меня много знакомых У Стульман Сразу будет разговор Это у вас так Не у нас Но наша душа Попала в эти руки Ну можем молодеть Это целая жизнь впереди Нет С работы у него пришли И теперь люди Которые С видом Ну неверующие Для чем ты им Угождаешь Зачем на позор Выставил И вот там Возвращаясь Первая Которая была Говорю свадьба Уже заканчивается Благополучно Брат Жениха Берет щелки Красные Синие Так Кто за то Что первый ребенок Был Сын Красный Кладите щелок А кто за то Что была Девочка была Синий По рядам пошли Ну разве От щелков Зависит ребенок Ну милые мои Созидание Ребенка Как говорит Соломон Во глубине Утробы И ты ничего не знал Соломон об этом Описывается Как от пролитого молока И сгущается в творог Вот прям сельскохозяйство Прям ферма Какой там Сын Давайте помолимся Ну только желательно Но когда узнает Что трудное Беременниках Проклят тот день В который Зачался Проклят человек Который отцу моему Принос радостную вещь Что сын родился Уже родился И он проклинает Это Библия говорит Здесь щелки И Бог как бритвой Обрезал Нет детей У жениха У его брата Который С щелками Пошел А при том Из семей Которые едят Там 10 детей 10 детей По 10 детей Сегодня редко имеют Это наши Близкие нам По 10 детей То есть Плодовитое семя Бог обрезал Ничего нет Теперь приезжают Помолитесь О чем Молитесь Щелкам вашим Здесь Чуть-чуть Не наступает На те же самые Грабли Как говорят Приезжают уже Старобрядцы Сейчас Данный момент Сегодня Уже заказали Профессионально Это уже мне Передают они И передают И через кого-то А близких людей Я решил проверить Так или нет А мы Чтобы не снимали То есть У нас в храме У нас жених И они уже Командуют Но Я не подчинюсь Конечно Я буду снимать Какие следствия Я прямо смотрю Никак Сразу Они Я Скажут не так Но пока нет Я предполагаю Сразу же невесте Хоть в мешок И затолкают И вывезут Все разрушат И мне Игорь сказал Я не хочу Чтобы там Эта Свалка Была Я не поехал Потому что Одних угодно Что угодно Вот недавно Приезжает Мой племянник У них там был Старой Брядец Приехал Мне попутно Ехать надо было Но я завернул Специально Ко мне Был на Новосибирске Это третье поколение Как я был На Новосибирске И они Говорят Ни о чем Не рассуждают Только о вас То есть Не хватает Там Анапин Проклятия В глаза Ни один Не видел Не знают Я им сказал Что вы делаете Он то из их среды Они его слушают Старой Брядец Ну возьмите Библию Да причитайте И он ко мне приехал Сказать Что же это такое А я там не был Ни разу не знаю Это природа ваша Самое свирепое общество Какое есть Я знаю Ну допустим Из сотни разных всех Старообрядчества Никого не признают Ну вспомните Николай Достоль Пильм Раскол А вакуум сидит Уже приговорен И оттуда Посылает тайно Топорище Выдал был Там время-то было В подземелье Туда послание Опять залепили Топор Ничего себе А топорище Послание это И он детям Родным наказывает Умер царь В могилу его тут В могилу Там дегтя побольше Возьмите Сверху облейте Притом Консультантцы Старообрядцы были Они бы это выбросили А это не выбросишь Большая книга Которую безбожники любят Житие Протопопа А вакуума Им самим И женописаном И он о себе говорит Уже сидит И царю просит Царь Царь Дай мне власть Я их Этих Никоньян Всех перепластаю Это канонизированный Предводитель По сегодняшний день И они питаются Этих И вот это самое И они уже там Только приехали Уже я не могу снимать А батюшка как? Батюшке позвонил Такой недовольный голос Что надо? Ну Очень и очень разное здесь Ну я не то что на лом Пошел бы где-то С ними переговорил Дед А дальше Наш храм Я его строил Брат мой Священник Пришел к Богу через меня Люди которые пришли Все это моя паста Через меня пришли Через занятия Через университет Игорь от него и сын С ними занимался И вы первый день Они не будут разговаривать Я знаю В одних на квартире жил Они так вот Она любила одного А тут схваты другие А тут видимо Любил-то любил Целовал А предложений не было Они Забрали Увезли невесту Со согласием Я сижу дома Живу на квартире И все это вижу Тогда те-то увидели Что проиграли Они тогда к ним А она все равно Сердцем-то к этому И они сразу разработали план Поехать туда И сказать К родителям Пойдем женихом посадить А дорогу расправимся И все А невесту живую Привезем И это было сделано На завтрак приезжают А наш Вова-то поехал С вами-то Вы же заходили вечером Да? И с невестой забрали А где сын наш? Вы просто нарисуйте обстановку Ну они дорогой его Оставили живым Говорят Мужики ехали В сугроб его Ну и сугроб это выристо Уже На конях ускакали Я это сам Там живу на квартире И вижу Как привезли невесту Они тоже скорее Спроводили ее С этим Которого она Любила Сыровалась Вот Устаробряста Там круче Намного Не понимают Вот наши пошли Здесь Сколько он бузил Даже вы знаете Кто его уговаривал Сядь на место Он никаких Но волков Его нельзя было Бузатер такой Туда пришел Полный молчание Почему Разговаривать там Никто не будет На улицу Посадили дурака На 4 кулака Замер Больше нигде Слова нигде нет Только увидел Что у меня лагерь По хорошему С нами В лагерь на меня нападает Он тоже сразу В интернете выслал Так его Давите его Но там этого не будет Эта молитва нужна Когда не надеешься Брата человека Убийца Я ему поехал Молчать сам бы Нет конечно Как они одеты Я не знаю Снять где-то кому-то Постал Владимира Александровича Пащенко Стоит Тоже нет Они застряли Сейчас интернет Выставляем Только страсты съехали И застряли И выехать не могут Просто машина видит Ну бывает Человек когда тянут Он ложится на брюхо И машина легла на брюхо Не могут вытащить ее И мне сразу не звонят А Игорь уже мне Кажется дал знать Что нежелательно Чтобы не испортить Чтобы вышла замуж За сына Я вижу Как они ее уже любят И все проще Это не я И мне не сообщают Что застряли Когда я узнал Я тут все МЧС поднял В Барнауле Мамонтовский район Ребрихевский На какой земле На какой земле находится А в это время Оказалось Подстеплый Это женат знаком Это Евгения Долгов Фермер Богатый фермер 6700 гектар С земли Дыкой А я жена Нет ее Не могу дозвонить Я позвонил жене Наташа А мы просто Ну очень близко знакомы Она всегда говорит Приезжает Как дела И помолюсь всегда Она начала названивать И в это время А Игорь-то поехал Другой дорогой В городе Я в этот день Когда отъезжали Сказал пока не ехать Пока Игорь не приедет Узнаем какая дорога Сейчас второй его нет Он звонит То ли не берет То ли еще Ну светло Тепло Ну поезжайте Там видно будет Но потихоньку Чтобы Игорь за вами шел Застрянет А он до самой темноты Здесь видимо Закупает что-то И коснулась так Что Выехал другой дорогой Там дома разгрузился Но так просто Бросить их Он не сделает Игорь очень добрый И он приехал Их выдернул Но мы уже связались Я сказал Выверну ты Ко в эту сторону Сразу на трассу И домой возвращаюсь Так все дальше и было Почему я не там То есть душой я там Я тоже ночью помолился И возглав Терентий И невеста Екатерина И вчера И сегодня Я молюсь Господи Устрой как тебе угодно Ну если только Тут начнется Вот как с первого начала Уже прямо Жених Тарас любит Он идет на все условия А вот так Рождаются Дики Подкаблучники И жизнь расстроена И дальше ничего не будет Не будет жизни Не дай бог этого Конечно Потому что Жениха я знаю Он спокойный Спокойный Безотказный Здоровый Крепкий Образование Умница Такой И вот такая Вот История Дальше это я слепой Дать я не знаю Я теперь Буквально на руках Несу их Я вчера Доказывал Тут Сестре У тебя дочь Говорим там У нее аппарат Я знаю Что когда Роман там будет Буйство Он заснял А она засняла Спасибо Господи Скажи Чтобы она засняла Все Она отвечает Аппарата нет У батюшки Свой аппарат Есть А больше Ни у кого нет Не будет он снимать Ему не надо Ему надо Чтобы тихо Мирно Проехали И дальше Куда угодно И как угодно Ну простой пример Расскажи Разница наша Соседи уезжают Дома Два сына Теленка поставили В огороде подальше На веревке Ведро поставили А теленка Веревку Засыпил его Ведро Теперь жара Ему пить надо Он орет Там он вокруг Это ходит Наконец-то его притянуло Веревкой К штырю И вот так вот стоит А теленок А их нет Они залились где-то Батюшка что Подошел Взял ведро Пришел Напавил Размотал Дальше А если бы я жил Я бы их нашел И размотал Они бы бежали Бежали быстрее Чем гонщина собака Домой Я больше никогда Не пришел туда Они бы все делали Как надо Батюшка каждый раз Должен ходить И разматывать Это по православному Он сделал Высший класс Сканализировать можно А меня Я деспот Тиран Но то что со мной будет Они уже Себе В ящик кладут Они больше этого делать Не будут Я еще приду Да родителям Расскажу Еще добавят им Скотину Милует праведник Приведу лист Отписание Здесь ничего не надо Выполнить А им это и надо Чтоб ты ходил За нашей телкой Я не поехал Сразу знаю Что Как Поэтому послал Брата родного И однако Дальше мы стали Это рассматривать И уже записали Несколько роликов Они не просто Соробляться Конечно Я понимаю Как сейчас Мы молились А Бог их не допустил Бог не допустил Да Бог Но только не потому Что вы молились А потому что Дух Святой Коснулся нашего сердца 16 глава День Апостолов Апостол Павел Собирает Саваси Не написано Не допустил Бог Не знаю И Дух Святой Воспрепятствовал Дух Святой Написан С большой буквы Опять День-два Тоже неизвестно Они тогда там В Вифене Где решили пойти туда Павел Изменил маршрут Нарисовал карту Я думаю Ребята Туда пойдем Опять препятствия Такого нигде больше Один раз в жизни Его было По крайней мере Написано так Тогда вставили Что же делать И вдруг Видение Какой там муж Ну Македонянин Одеяние его Там Вид его Я не знаю Спущеглаз Горбонос И какой он там И Павел сказал Нас зовут Не были они Горбоносы Решили Бог Зовет Идем туда И мы сами знаем Как был Македонянин Дайте свет Сегодня Македонский Крик слышен Вот здесь Ничего этого не было Но я сразу взял Один стих Только так И Дух Святой Не допустил Благовестия А там не будет Ни благовестия Ничего Оставляться Вообще За 330 лет Ни одного Благовестника нет За 330 лет Ни одного Миссионера Ну Это о чем-то говорит А тут Все по-другому Те которые Самые враждующие Они бы это услышали Ну вот Последний Ну это сказать Отец Это и невестный Я вышел А батюшка Меня Говорит Тут надо Репей убрать Я его порубил А батюшка Возит Его Обечками едят Я хотел Его заснять Как он берет Кость А гляжу Они стоят И как раз Отец стоит Они мне не видят Я подхожу И снимаю Отец Меня как только Увидел И отец Он сразу За машиной Сел И за машиной То есть Чтобы не попасть В кадр Если в кадр Попадет Ему беда будет Где он Я не знаю На работе Или где Я еще не знаю Что он Это именно Я снимаю Вижу Разговаривают Наши дезинские И теперь Ему надо идти Машина тронулась Он перед ним Машина бежит Как это У северокорейского Охранники Они бегут С такой скоростью Чтобы охранять Его не просто где-то И дальше Он туда забежал Мы стояли в деревне Он теперь Огородами Обходит Туда где лагерь Чтобы туда Нырнуть в себе Вы понимаете Что с людьми идет Не по улице А тут пройти Всего ничего Рядом По улице А он Обошел Там где Коровник С той стороны Зашел сюда И сказал Раз Взрослый человек Служил в армии В армии В органах МВД Ну должен был Никаких Все задушили Ну что Кое Что тебя сняли Что ты участвовал Молиться нельзя Тут не молились Они разговаривали Может о коровах Может о невестах Это вот Только последнее И на этом Страхе Все Теперь есть Никуда не сдвигаются Мы приехали Не имеете права снимать Это супер Ненормально Я бы приехал Ко старобрядцам Сказал Вы не имеете Они могут мне сказать Как хозяев Сказали бы Мы не разрешаем снимать То есть они могут Это сказать По государственному Где-то В учреждениях Не имеют права Сказать Только я говорил Пять мест Где нельзя снимать Кто не знает Еще раз скажу Закрытое заседание Государственной думы Запомните Закрытое Закрытое Партийное собрание Второе Таможенное пространство Отсюда заезжаешь Куда-то В Грецию Или куда-то И все пространство Которое Таможню принадлежит Там снимать нельзя Вот так Третье Фотографировать Записывать Военные корабли Или с военных кораблей Своё Тоже другое Ну понятно Что уже А и еще Четвертое Пятое Министерство Электрификации Газификации Я не знаю Почему Но там Не знаю Это 330 Статья Уголовного кодекса И гражданского 27 КП Это Пункт 1 Все А остальное Когда по-моему Милиции Не снимаете Не хочу Или умышленно Вводят в заблуждение Или не знают закона Поэтому сразу Подают в суд И в течение одного дня Судья решает Закон Чего-то Как запрещать А я не хочу Чтобы было Сиди дома Тогда Я угодно Где угодно Но в суде На двое Судья разрешит Или нет Можно снимать Вот Когда Недавно я был Ну я не слышу А Севастянову Дай знать Судья Подошел к суде И говорит Снимать можно Вот прокурор сидит Я его спрошу И судья Они решают еще Вместе Снимайте Я сижу и снимаю Суд идет Я снимаю А в других местах Спрашивать не надо В твое жилище Я не могу войти В неприкосновенное жилище Если ты запрещаешь Я не поехал То есть Что там есть Меня не касается Они со мной все Я не просто Не поехал А все это пережито Вся эта ненормальность Сама деревня Основана Из-за того Что первое Ходотайство Еще батюшка Не приехал Даже Сколько это все Храм Когда строили Все это зафиксировать Надо И сразу Они только приехали Еще она никто И уже все Мне туда заходить нельзя Ну вот Я бы поехал Я буду наставить И что дальше Они ничего мне не сделают Я не один Вокруг меня телохранители стоят Они что Сразу все будет разрушено А надо ли это Чтобы разрушено Это было-то Невеста Не моя дочь И жених Не мой Поэтому тут Сразу Поэтапно Можно смотреть По шагам Посмотреть Катастрофа Невеста И там С ними Не званы Мне звать не надо Я почетный Житель поселка Потеряевка Документы у меня есть Так что Поздравляем Тоже помолите Чтобы было у нее Все по воле Божьей Я хотел сказать Чтобы невеста Поставила Условие Что ты обязательно Бород больше не трогай Не трогай Ну это она может Сделать Но скажет И тоже не знаю Нет А ей сказать В последний раз Когда твои Или ваши Командуют надо мной Что больше этого Не было никогда Я хозяин К сожалению Старобрядчество Обряд Обряда Уже нет У них Внешне Внешнего вида Они там Скоплятся все Бреются Ну не все Но очень многие Есть конечно Которые Такие коренные Закоренелые Истовые Истовые Но хотел сказать Приехал епископ Я наставил На Никитине Стируян Я говорю Угостить его хочу Отношение хорошее Загрял в больнице Я не раз его посещал Я говорю Садитесь Пообедам У вас иконы Не такие У меня Старобрядчество Я тоже Икону Раз впереди А нам С вами Нельзя Да я не буду Садиться Садись Владыченька Поешьте Тут все Он еще Какое-то Но что-то Такое Совсем Разное Я говорю Знаете Нужна Приспишет Крошки Будешь Вылавлять У меня С поганого Ведра Чтоб Наистись Ну Нужна Будет Наверное Так и Будет А сам С нашим Евтихи В Австралии Были Вместе Там Все Пельмени Не стряпали Юля Но Эти Стрягутся Бреются Мужики А Женщины Ну Девушки Молодые Они У них Все Все Наружи Тот Ну Крами Да Еще Могут У меня Одеты Как По форме Там Блавку Там Спрятаны Волосы А Сели Там Где-нибудь Есть Или Что Уже Сняли Плотки Зачем Так Что Обряд Это Осталось Только Воспоминание Спросить Можно Им Вообще По Их Законам Разрешается Браки С Наконьянами Не Разрешается Не Разрешается Но Канон Есть Такой Даже Может И на Верс Если Он Обещается Что Примет Веру И Обещается Что Детей Покрестят Именно У Них Но Здесь Я Не Знаю На Это Ити У Православных Которые Открыты Патриархия Там Вообще Ничего Не Спрашивают И У Нас Не Спрашивают Старобряще Это Вера Православная Но А Они Если Которые Они Там Довершать Его Будут А Она Пришла Я Не Знаю Где Она Будет Ходить В Церковь Если Она У Нас Будет Ходить Я Не Сажал Отлучат Семья А Если Он Скажет Ты Где Хочешь Может Сказала И Причащайся У Тебя Он Не Согрешит Но Только Ты Муж Не Не Зазирай Что Я Хожу Здесь За тобой Я Не Пойду У Нас Своя Такая Обстановка Так А Отец Он Дал Согласие В конце Концов Или Нет Я Знаю Я Знаю Только Что Против Был И Бежал Чтобы Не Попасть В кадр Все Начинается Вот Отсюда С Молодых Ногтей Все Братья Сестры У Нас Кто Сюда Пришел Еще В 90 И В середине 90 Годов Они Все Были Верующие Рожденные Свыше Мы Всегда Имели Беседы Если Только Оставались Хоть Кто Несколько Вот Я К Наде Ходил В Тогуле Приду К ней Мы С ней Побеседуем О Христе Кто Что Читал Храм Вместе Пойдем Потом Приревновала Меня Вся Деревня Что Я Кажется Ее Жених Или Разлучили Все Она Я Думал Только Об одном Хотел Поговорить О Христе И Поговорить Можно Было Только С ней Потому Что Она Была Рожденная Свыше Она Была Верующая Теперь Дальше Как Наде Или Мне Передать Детям Рождение Свыше Вы Сами Понимаете Как Вот Допустим И Я Вот Теперь Такой Же Взрослый Но Я Взрослый Но Я В душе Тот же Самый Тридцатилетний Я Не Хочу Терять Первую Любовь Ко Христу Я Могу Сейчас Сесть С Любым Из Вас И Начать Говорить О Христе Тут Же Прям Ну Это Вы Сами Знаете Я Ни Разу С ней Не Мог Поговорить О Христе Вот Саша И Дочь Никогда Она Не Будет Со Размешивают Как Она Суда Тоже Я Помню Сколько Трудились Сколько О Христе Было Сяких Бесед Всего Что Прочитаем Прямо Тут Когда Они Тут Жили Прямо Сядем Тут Перетолкуем Что Это До Такой Степени Бальзам На Душу Это Такое Благоухание Жизни Сейчас Дети Вот Галина Ну Ты Не Обижайся Ничего Разве Можно С ними Хоть С одним Поговорить о Христе А я Могу Говорить Точно Так же Как С ней Она Тоже Молодая Тогда Была Невозможно Поговорить Вот Сейчас Я вас Спрашиваю Где Еня Енафа Такая Старшая Ей 19 Вы Можете Поговорить С ней О Христе Ей Ничего Не Надо Вообще Она Здесь У нее Сладко Спит Мягко Спит Сладко Ест Как Только Суббота Шмык Уже Туда Уехала Че Они Там Делают Некромантов Смотрят Своих Читают Вчера Разговаривал Опять С братом Иоанном Скургана Он Говорит Я им Послал Туда Штук 20 Всяких Книг И про Индейцев Там И Жульверна Читайте Книги Вы Помните На каких Книгах Вы Выросли Мы С ним Обсуждаем Ну Мы На одних Книгах Выросли А Он Приехал Этим Летом И спрашивает Ну Че Как Книги Читаете Где А Какие Книги Где Книги Где Там Завалены Стопкой Все В пыли Там В этом Все А Че Вы Не читаете Ваня Ну Мы Еще Только Подготавливаемся Начинать Их Читать Уже Парень Выше Меня На голову Он Подготавливается Читать Точно Такой Терентий Тоже Подготавливался Может Парень К чему То Когда Мне вчера Сказали Что Он Закончил Университет У меня Глаза Выпали Этот Парень Закончил Университет Я Его Тут Ни разу Нигде Не Видел Может Он Там Что Закончил Какой Он Где Умный В чем Но Он Не Был Никаким Братом Нашим А Почему Его Все Время Ограждали Я Его Приглашал Заходи На занятия Пройдет Бычком Выше Меня Головой Но Он Саул А я Кто Мелкий Из Простого Народа Все И Никогда Не Дает Себя Заманить На Духовный Разговор Нет Он Знает Что Это Тяжело Ничего Это Не Нужно Вот Где Вся Подготовка Была А Там Ограждали Родителей Ни В коем Случа Не Трогай Батюшка Его Не Трогай Один Раз Завел Сюда Еремеев Он Посидел Тут Три Минуты Батюшка Зашел Иди Сюда Иди Сюда Ереме Встал Пошел Смотрю Уже В алтаре Ему Нам Нужен Этот Алтарь Ему Ветхий Завет Нужен Для Начала Он Вообще Не Знает Ничего Из него А Батюшка Его В алтарь На Какой Смысл В этот Алтарь Во-первых Туда Нельзя Никому Заходить По крови Что ли По такому Точно Категории Крови Или что Такое Как Можно Из него Вырастить Если Он На занятиях Нигде Его Вытаскивают Отсюда Один раз Заманил И то Вытащили Хотел Парню Рассказать О Ветхом Завете Хоть Чтоб Знал Что Есть Такой И Все Время Ограждают Как Кто Сюда Приедет Из Потеряти Единственный Кто Заботились И сразу Мне Сказали Чтобы Они Были На Занятиях Это Устинова Ирина С Андреем Они Прям В унисон Единственный Не подкаблучник Потому Что У него Жена Такая Милая Православная Христианка И Она Наоборот Поталкивает И Я Только Позвоню Вижу Ей Так Тяжело Тяжело Она Прям Ну Что Там Мои Еще Натворили Эти Безобразницы Я Говорю Да Нет Ничего Такого Только Только На Тех Занятиях Они Вдвоем Пришли А так Все Тоже Нет Ну Там Один раз Там Анфиса Пришла И все Да Почему Почему И все Ну Их не Ограждают Их сюда Наоборот Родители Толкают Вот Чем Дело Это Единственный Родители Остальные Все Ограждаются Их Ограждают Люда Тоже Находит Извинения Почему Нету Здесь Василиса С Вениамином Тоже Все Находят Извинения Все Ограждают Но Наши Надежда Ни разу Своих детей На занятия Не привела То есть Вот Сейчас Занятия Будут Они Встанут И опять Уйдут Никого Не будет А потом Будут Разговоры Какие-то Опять Свадьбы Она Будет Одета В фарту С такими Вырезами Это Мы все Знаем Чем Закончится У Гали Может быть И не так Потому что Галины Дети Здесь Все Ходят Ну Может По принуждению Ну Хотя Бо Ходят То есть Как-то Сестра Смогла С ними Найти Этот Язык Что Они Приходят На занятия И не Убегают Слава Тебе То есть Можно Что-то Сделать Но Это Так Сложно Это Рождение Свыше Христос Когда Говорит Никодим Не смог Понять Вы Понимаете Никодим Ученый Книжник Фарисей Евреев Это Он Был образованнейший Человек Он там Это Супер Профессор И он Не смог Понять Пришел Ко Христу Ко Христу Нужно Прийти А где Приходить Ко Христу Как Игнатий Тихонович Который Сидит Здесь Объясняет Вы Слышали Комментарий Какой Этому Комментарию Но Никогда Не будет Никакого Другого Комментария Все Это Последний Комментарий На Толкование Игнатий Тихонович Ждал Свой Комментарий А теперь Дайте На Его Комментарий Кто Нибудь Умный Сядьте Не Будет Никого Умного Все Конец Цитаты Почему В последней Инстанции Ни на Кого Не смотря Только На Господа Как Михей Что Скажет Господь То Из Реку И Я Все Это Кто Мог Сказать Вы Просто Не Понимаете Кто Здесь Вместе С Нами Сидит Вы Еще Не Дошли До Этого А За Это Будете Отвечать В Полный Рост Вот Там Только Уже Будете А Прохладиться Язычок Капельку Они Поверили Здесь Слову Божьему Кто Вам Еще Лучше Расскажет Этот Там Кто Нибудь Из Православных Московской Патриархии Патриарх Кирилл Вам проповедь Скажет Ну Идите Слушайте Его По Его Проповеди Родители Верующие Получили Рождение Свыше А потом Не смогли Дать Ума Своей Вере Не Смогли Эту Первую Любовь Показать Детям А почему Всегда Ограждали Всегда Адвокатствовали Сколько раз Говорили Не адвокатствуйте Ну да Любите Вы своих Детей Но Дальше Закончится Все Позором И Сейчас Жених Бритый Скобленый Это С ногтями Ну конечно Сейчас Декольте Будет И остальное Прочее Мы все Это Уже Знаем А это Уже Даже К бабушке Ходить Не надо Все Уже Понятно Спасибо Христос За твоё Неравнодушие Там У них Тоже Дети Пойдут А эти Дети Уже Будут Полностью Неверующие Спасибо Христос Можно Извините Пожалуйста Я в тему Наших Детей Которым Наша Вера По Матерству Не Передается В очередной Раз Слышите Меня В очередной Раз Я прошу Всех Молиться У нас Детей Не так Много Вы их Имена Помните Конечно Пожалуйста Молитесь Чтобы Бог Дал им Веру Евангельскую Веру Чтобы у них Было Рождение Свыше И тогда Вы начнете Видеть В них Плоды Которые Вы видели Некогда В нас Не забывайте Это наши Дети Иначе Все Наши Годы Идут И идут На оболь У нас Молодежи Нет Практически Да И не остаются Вот что Делают Когда я печалюсь О своих Детях Мне Наши Братья И сестры Говорят Да Вы столько Много Сделали Для своих Детей Это Напрасно Не пройдет Это Все Когда Нибудь Прорастет Ну Вот Слава Верится В это Я Верующий Человек Но В то Что Они Будут Иметь Рождение Свыше Не Верю Почти Не Верю Поэтому Призываю Вас О моих Детях И внуках И внуках И Евгений Хотел рассказать Чуть История Вчерашнего Дня Ну Вчерашней Вече С разговором С твоей мамой Просто Может быть Совета Вашего Хотел бы Узнать Чтобы Правильное Дело Нет Получилось Так Что Я звоню Маме Своей Она болит На профилактике Лежала И выписалась Узнать Как Была Насколько Все хорошо Все хорошо Все прекрасно Я говорю Мам Давай поговорим Чуть-чуть О Христе О Иисусе Христе О Спасителе нашем Смотрю Она Сразу Начинает Как-то Раз И Ну Как Сказать Перевод На Затухать Затухать Вот Это Правильно Сейчас Брат Игорь Рассказал Что О молодежи Я Хотел Пояснить О наших Родителях Потому Что Маме Семьдесят То есть Оттуда Все-то Идет От наших Родителей От нас Нашим Детям Если Они Ничего Не знают Они Даже Слышать Об этом Не хотят То Есть Вот Эти Наши Родители Которые Воспитаны Были Наш Ихними Родителями Которые Где-то Что-то Верили Но Вот Этот Путь Коммунизма Он Чуть-чуть Но Суть в том Что Когда я начал Разговаривать Я говорю Мам Давай поговорим Чуть о Библии Она говорит Я Библию читала Сейчас была В больнице У меня Я читала Новый Завет Мам Что тебе там Самое Что-то запомнилось Он У меня память Уже не та Начинает Как-то Сходить С разговора Вот Я говорю Мам Здесь дело Не в памяти Что-то Вот Если ты Прочитала Значит Что-то Тебе должно Было Там Особо Запомниться Она Говорит Ну вот Особо Мне ничего Там Не видел Но я Не могу Тебе Сейчас Об этом Сказать Я говорю Ладно Значит Господь Тебе Не открыл Пока Ее Надо читать И Надо В любом Сочи Идти К Богу Вот Смотрю У нее Поднимается Паника Она Ой Ужас Как С тобой Трудно Тяжело Разговаривать Мне Говорит Я говорю Мам Вот Постой Вот Ты сейчас Это Все Отбрось Вот Это Отбрось Давай Сейчас Куда Собираешься Тебе 70 лет Не Сегодня Завтра После Завтра Через Десять Лет Ты Идешь Царство Небесное Должна Бы Пойти Я говорю Ну ты Идешь Сейчас Ты должна Быть Готова К этому Ты Там О чем Будешь Говорить О сериалах О воде О канализации О водопроводах Сейчас Там Придут О окнах Пластиков Ты Там О чем Ты К чему Должна Подготовиться Должна Бабушка Умерла Она Великая Была Молитвенец Я Почему Такой Стал Благодаря Твоей Бабушке Она Молилась За Меня Я бы Давно У меня Уже Не Был Она Сейчас Там Она Сейчас Видит Она Сейчас В раю Находится Допусти Вот Эту Ситуацию Она Сейчас Допустим Оттуда Смотрит На тебя И говорит Валентина Дочь Моя Прислушайся Словам Божьим И Тоже Иди Начинай Изучать Размышлять Потому Что Либо Тебе Сюда Дорога Либо Ван А в воду Будем О канализации Говорить О трубах Точных Как Грязь Текет И Она Надо Себе Все Здесь Приехали К ней Телевизионщики Антенну Делать А на все Они уже Подъехали Я говорю Мам Ладно Я говорю Все Завершаю Разговор Давайте Перезвоню Через час Через час Я не смог Позвонить Звоню И трубку Никто не берет Я думаю Ну значит Не время А Позавчера Я разговаривал Со своим папой По поводу Евангелия Я говорю Пап По поводу Слова Божия Надо общаться Надо между собой Разговаривать Чтобы Чем-то насыщаться Чтобы разговаривать Потому что Христос сказал Там где Двое или трое Во имя Ме соберется Там и я Среди них Он мне сказал Мне не надо Ничего Объяснения Я сам Как понимаю Так я понимаю Я говорю Пап Протестантов 89 тысяч Всяких разных Я говорю Они сами Объясняют Библию Как от себя Я говорю Для чего тогда Были святые отцы Все понимания Все разговоры Рассказы Как нам надо Поступать Для чего Если мы сейчас Сами будем читать Мы когда велосипед Покупаем Инструкцию читаем Мы собираем Получается коляска Приходит Человек Который умный Грамотный Говорит Сюда закрути Вот этот винтик Вот этот сюда Получается велосипед Я говорю Мы не настолько умны Что понятия Настолько И без разъяснения Святых Отцов Мы не поймем Как это все открывается Потому что я читаю Так Где-то запятую Не там поставил Получилось так А тогда чего Мы такие Все гнусные Такие греховные Мы все же читаем Иванг Все понимаем Но мы все О грехах Мы не спасаемся Ну мне надо Дорость Все читаем Я говорю Давай расти вместе Я говорю Я твой сын Ну я вижу Вот этот Как сказать Притвор Что Не притвор А Типа Как упрек Стена Да Стена Стена образуется Что яйца Вроде как Учат курицу Ну да Я говорю Пап Я не учу тебя Я просто хочу Нет Коррока в своем Отечестве Это Это сложно Сложно Я говорю Вспоминай тот момент Когда помнишь Я приехал летом Я говорю Я не читал Евангелие ни раз Я ничего оттуда не знал Ты слышал от меня Какие слова исходили Не я говорил Господь говорил Я говорю Сам признаю тебе Потому что я не мог Такого сказать Я не видел Ответ наперед Я не готовился К разговору Потому что Господь сказал Я вот запомнил Одну фразу И не имейте Что говорить Не придумывайте Что говорить Ибо я чем Не забудьте Ну вот примерно то Я говорю Я когда к тебе приехал Мы с тобой проговорили Вот это время Господь говорил И мы с тобой Богом проговорили Ты ни слова не сказал Ты был согласен Маме говорит И вспомни эту молитву Когда мы с тобой Раз, два, два Дай Бог вам силы И терпения Продолжайте эту вашу Работу Со своими родителями И детьми тоже Отчитаюсь я Вот то что Поручили мне На том Собрании С углем Заняться углем Дали мне все координаты Там дали цену Там какой уголь Нужно Ну вот всю неделю Я каждый день Звонил этому Константин Там человек Очень Оказался такой Молодой человек Очень сочувствующий И узнал все Что это Сироты там И что там Отец инвалид Там всякие предложения Делал Чтобы это было Подешевле Ну что-то не вышло В конечном итоге Все закончилось Вчера Ваня встретил Там еще Отец Пьяный был Почти всю неделю Там у них Машина эта стояла Я думал Все это быстро Закончится Машину убрали Только в четверг Вечером Пришлось Ване Специально приезжать Из Павловска Потому что этот отец Молодец Никого не слушает Вообще Только и Ваню Ваня уже приехал Видать надавил на него И он тогда Накачал колесо И эту машину Они оттолкали Всего нас Это москвича Оттолкать Долгая история была Столько приходилось Переговоров вести Столько денег Ушло на телефон Кошмар В общем В следующий раз Надя Давайте как-то Сами уже Полозайте Из этого Потому что Там я не вижу Просвета Ни привета Никакого Пускай они сами Этот уголь покупают Все уголь привезли Я говорю Ваня Как там встретишь В машину Что звони мне Надо будет Позвонить потом Теть Гале Рассказать ей Чтобы она Переслала Там деньги Хорошо Все Все уехали Никого нету Звонит мне уже Этот хозяин Говорит Ну что рассчитываться будем А вы что приехали Да Уже приехали Уже высыпали Звоню Ване Звоню Звоню Никто не отвечает Дозвонился Там через полчаса Я уже Как рак Я говорю Ты что Высыпал уголь Да Да Вот уже все Сыпем Я говорю А я у вас забыл Я работал на работе Не помню там Девяти лет уже Я отцу помогал Что-то строить Там колотить Там На даче Эти картошки Постоянно Тут Игнатих Игнатих заставляет Так они не поедут уже Мы уже больше не поедем В лагерь Довольные там Это объясняют Этому брату Яну Скургана А он А почему Ну теперь Нас уже заставлять Не надо работать То есть Их все время Заставляли работать А мы сами Хотели трудиться Родителям помочь И так далее Потом дальше На заводе Работал это Резиново-технических Изделий Помню Пришел КамАЗ Мне 14 лет Пацану Но я занимался Борьбой Такой раз И КамАЗ пришел 14-тонный Такой это Дальномер И там вот эта Резина лежит Которую надо выгружать А из грузчиков Ну там Грузчики там Пьют да и все И мне пацанинку Надо же было Увидели меня И говорят Разгрузишь КамАЗ Мы тебе 100 рублей Заплатим Я такой А тогда 100 рублей Это было Да конечно разгружу Я в одного Сбрасывал эти тюки 14 тонн За целый день Сбросил А потом сейчас Спина болит А что она не болит Сейчас вспоминаю Думаю Неужели со мной все было И мне Не заплатили Ни копейки Потому что сказали У нас этот труд Не оплачивается Родители там ходили Беседовали Не заплатили Ничего себе Уже с этих И это Меня Меня это не разбило Никак Я потрудился Мне это интересно было То есть я продолжал Работать там Мне там платили Эти 23 рубля в месяц Все это Ну как там Подсобнику Ученику Ну там Делали колеса А сейчас Я смотрю на них Это какие-то сосунки А они еще должны Рождение свыше получить С чего А ну что Просто так вот Христос посмотрел Ну наконец-то Как сейчас Молиться Наконец-то Община Помолилась Как следует И вот теперь Нате вам рождение Слышите Тебе 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 Что смеяться Надо сначала Слезы пустить О грехах Своих Как вы тут Всех Донимали Тем что вы тут Кобенились перед нами Не хотели Слово Божие Читать Слушать А может внутри себя Там и ругались Чем-то На нас Ну я думаю Что и такое было Это все надо Упокаяться Так чтобы это было Видно Господу А так Здравствуйте За наши молитвы Получите Да не будет этого Наше дело Подвигнуть людей Подвигнуть А уж все Господь взращивающий Написано За уголь Заплатили Ну конечно Заплатили Коголь привезли В итоге Ну привезли Все Слава Богу Еще не выгрузили Куда надо Еще куда не надо Выгрузили Куда надо Не загрузили еще В уголь Не загрузили А нет Ну это другой разговор Так Когда тебе Хотел сказать Голю Получили от меня Последние Там проповедует Один Много людей Обратилось Получили Но еще Не смотрели Самый коротенький Роговик Выступает Очевидно Немец Потому что Надписи По-немецки Идут Где-то в Африке Я нигде Больше этого Не видел Ну Обращаются Люди Поднимают Руки Можете И вдруг Оператор Показывает Туда До самого Горизонта Один К одному Вплотную Стоят люди Только лес Рук И вот так Проводят И до горизонта Везде За последние Десять лет Пятьдесят Миллионов Пятьдесят Миллионов А русских Всего На земле Это сегодня Там Сто двадцать Пять Если нет Миллионов А это За десять Последних лет Конечно Он в галстуке Бритый Там Ну Однако Однако Без насилия Как у Гитлера У Сталина Было Люди Добрали Конечно Они туда Тысячи тонн Риса Везут Кормят Но Однако Стоят Люди Плотной Один К одному Никогда Не видел Такой Картины Стать Такой Видно За горизонт Скрываются И вот Так Вот До самого Места И даже Среди дворов Там Где Все Никогда Не видал Такого Может Быть Оходит Море И сушу И делается Нам Гиены Но Однако Где Исследую Это Изучаю Я туда Кинул Этот Ролик Это Мне Один Заходит И Скинул Такой Значит Увидев Это Поревнуем Не Сидеть Один Два Придут Мне Одного Не Сиди О Боге Знаете У меня Даже Полпроцента Нет Но Когда Приезжает Митрополит Сергий Иванников За стол Садятся Все Идет Как Надо Один Раз Я Прощущал Сказ Он Мне Я Подхожу Ко Кресту Слово Скажите Митрополит Просит Меня Рядового В храме Сказать Слово А Вам Дано Понимаете Это От Бога И Вот Здесь Когда Они Обедать Я Поскорее Стану Напротив И Стою Гляжу Рядом Кто сидит Священники Владыку Толкают Стоит Напротив Стола Стол Видите Я Стал И Стою Ну Вот Так Ну Я Дальше Начинаю Говорить Сначала Немного Зоя Настояние Слышали Слышали Можно Верить Нет Но У нас Есть Ни Настояние Из Первоисточника И так Нина Заходит Начинает Говорить Как Выталкивает Из Храма Уже Сколько лет Она Стоит Зимой Валенки На земле Протаивают А сейчас Наша Сестра Едет Туда Татьяна Подмениш Они Вдвоем Водут Нина Татьяна Настояни Началось Так Что Поревновать В добром Деле Всегда Можно Еще Около Слово Есть Коротко Коротко Я Встречался У меня Соседи Армян И С ним У него Друг Мусульманин Шел С магазина Они Никак Не остановили Привет Привет Ты Бороду Совсем Не броешь Раз И Не Зацепились Ребята Давайте Писание Почитаем Ты же Христианин Почему Броешь Ну а как Я В университете Буду Сидеть Там Будет Не Солидно А что Тебе Надо Спастись Вечную Жизнь Или Здесь Всем Глаза Замазать Брит Скор Мусульманин С ним Стоит Ну Ты Что-то Тоже Брит Это Должен Тоже По Коран Ты Читал Он Я Не Читал Почему Ты Считаешь Мусульманин Не Читал Коран Жду Он Как Ты Чему Тебе Оттуда Что-то Брать И Читал У нас Этих Слов Некому Вести Вот Я с батюшкой Переписываю Сейчас По WhatsApp По Вайберу Которого Я Нашел У Кого Первый Раз В Жизни Исповедовался Я Сейчас Переписываю Сколько Кидаем Материал Игнатия Тихонович Вообще Проповеди Вообще Что-то От себя Он Принимает Он Читает Но Не Отвечает Ничего Последний Раз Я Скидываю Рифм Точно Слово Слово Все Как Было Игнатий Тихонович Там Написано Все И потом Говорю Подискутируем Там Он Группу Создает Там Знаете День Автомобилиста Был Какой-то Группа День Автомобилиста Я Смотрю И Вошли Все Контакты Думаю Если Ты Священник У тебя Контакты Все Те Кто Тебе Верит Или Кому Ты Интересен Я В группу Закидываю Ребята Здесь Есть Вообще Верующие Здесь Есть Вообще Христиане Давайте Пообщаемся Я Уже Там Темы Кидаю Игнатий Тихонович Что-то Там Туда Закидываю Мне Интересно Самому Чтобы Подразвить Чтобы Затянуть Чуть Чуть Чтобы Они Начали Со Мною Разговаривать Ну Хотя Чтобы Сказать Что Ты Не Прав Давай Пообщаемся Молчат Как Рыба Облез Знаете В группе Человек Не знаю Там 70 Наверное У него Человек 70 Я Уже Знаете У меня Друзья Есть Которые Я Друзья Скидываю На Ватсап Они Сначала Привет Как Все Молчат Тишина Везде Знаете Лукавый Все Сразу Обрезает Не дает Никак Поскать Хотя Все Крещеные Последний Друг У меня Был Я Ты Крещеный Он Да Мне сказали Крещеные Должны Быть Крещеные Родители Я Пошел С ним Вместе Покрестился Я Говорю Постой Ты Понял Что Это Нет Я Говорю Ты Почитай Когда Ты Покрестился Что Ты Кругля Кто Там Дал Я Говорю Теперь Смотри Считаешь Что Ты Крещеные Все Он Обрезан С Контакты Продолжайте Продолжайте Свою Месяч Это Продолжайте Меня Я Благодарю Всех Молитвах О моей Маме Она Выздоровела Зову Ее Сюда К нам В гости Закрыто Когда-то Она Рассказала Что Почему Ты К нам Не хочешь Я Толстая И Вот Это До сих Пор Сидит А Только У нас Есть Ну И Что По Толстим Сегодня Утром Она Прготовила Вкусный Салат То есть Она Добрая Женщина Теплодная Вот Но Что-то Вот И болезнь Она Я считаю Приключилась Вот Именно За это Я накануне Говорю Мам Когда Будем Худеть Причем Я Себя Не Себя Тоже Считаю Толстым Ты Уж Худеть Не Говори Скажи Когда Мы Будем Сбрасывать Вес А Худеть Это Сложная История Худеть И Также Прошу Молитву Сыне Моем Константине Он Вчера Был Бабушке В гостях Я В глаза Смотрю Там Он Сидит На Таблетках Также И мама Моя Сидит На Таблетках То есть Они Верят В таблетки При этом Они Делают Вид Что Они Верят В Бога И Все Так Это Самое Но Вера В таблетки Конечно Игнать Тихо Еще Таблетки Не Одной За всю Жизнь Почему Он Не болеет Почему Я Не болею Без Таблеток У меня Такое Заболевание Было Мощнейшее И Отказался Поверил Брату Что Тебе Нужен Пост И Молитва Никакие Таблетки Не Поверил Ваши Будете В таблетки Будете На Таблетку Всю Жизнь Поверите В Бога Всего Всего Сил Я Инвалид Второй Группы Создал Норматив Мастера Спорта Поверил Понимаете А Вы Не Верите Я Маловерю У Вас Ну Я И Таблетки И Бог Да Невозможно Жить Богу Мамони Понадеялись На Врачей Более Нежели На Бога Иногда В руках Врача Бывает Ну Вот Вразник Маленькое Слово Сказать Вот У нас Трехтонник Вышел Но Я Сейчас Я Больше О нем Узнал У него Избрание Было Четыре Года В четыре Года Он Нарисовал Такие Картины Ничего Не Могли Сделать Он На стене Рисует На одежде Везде Покажут Ребенок А в десять Лет Нарисовал Что там Академики Удивлялись И вот Он Нарисовал У него Такое Воображение Считает Допустим Шекспира Или Аргуси И Тоже У него Триста Четыреста Картины Рисует До Мельчайшей Подробности Тут Показывает Ему Какую-то Картину Кто-то Он Только Посмотрел Никогда Не записывает Ничего Отошел Рисует Да Самой Мельчайшей Все Нарисует Как Будто Копия Какая Звать Гюстар Даре Я К чему Зову Бога Восблагодарить Что Такие Люди Есть Вот Столько Тысяч Наверное Гравюр Было Но Мы Вот Здесь Двести Тридцать Иллюстрации Вот Здесь Чтобы Бога Прославить За этого Густава Где-то И сказать Господи Где он Мы Не знаем И главное Что Католик А нарисовал Здесь Я Понимаете Дотошно Любую математику В трех Томах Примерно Четыреста Человек С бородами Люко Запомни Три тома Нариснул Четыреста Человек С бородами И Сам С бородой Сам Ну Не Католикам Ну Настолько Чудно И дивно Это все Попросить Политвенно Поддержки Мне У меня Отец Захотел Сменить Место Жительства Ну И Сестра Тоже Просит Меня Говорит Устал Там Уже Чтобы Отец Ко мне Приехал И Отец Сам Позвонил И Сам Попросил Бросится Я говорю Отец У меня Пить Не Будешь Ну Чего Водка Я Хочу Пью Хочу Ну Как Всегда Алкоголики Так Любят Говорить Ты Сейчас Говоришь А потом Будешь Пищать Я Вот Один Тут Делать Нечего Я Говорю У Нас Тут Есть Люди Тут Тебе Один Не Будешь Это Точно Еще Пищать Будешь Что Много Людей Уже Нет Я Хочу Тебе Я Твой Отец Там Я Смотри Ты Напросишься Поговорил Се Я Привезу Ты Знаешь У меня Пост У меня Молитва Там Все Ну Как Б Я Герой Вот Так Вот Отец У Неверующий Ну Правда Он Прочитал Книги Все Наверное Прочитал Книги Но Не Согласен Не Согласен А Сем Да Там Пишет Пишет Что Пишет Вот Что Значит Не Вмещается Да Могу Пососчувствовать Нелегко Быть Очень Нелегко Все Прочитал Как Видел Сейчас Все Прочитают Он Или С ума Сойдет Или Такой Ж Как Я Владимир Его Звайте Владимир Красно Солнечко Да Валентина Слушай Помолите Само Родственников Григори Светлане Чтоб Господь Разумил На Пут Покаяние И О Надежде Вот Тоже Вроде Сейчас Молится Помолитесь Пожалуйста Помоги Господи Вот Это С ними Беседовала? Да Постоянно Не верят Ну это Хорошо Соглашаются Сестра Уже Просит Молитв Потому Что Заболела Очень Почти К смерти Может Смерть Не Нормально Нормально Это Хорошо Она Меседовница И Племянник Уже Так Ну ты Про посты С нами Сразу Не говоришь Что Я Христи Христи Нет Я Про посты Не говорю Ну а Евангелие Да Что Евангелие Читали А Спас Я Хотел Что Я Я хотела Сказать Мне Дочь Прислала Снимки Они Ходили Внук Во втором классе Они ходили В музей И Прислала Мне Снимок И говорит А ты Не находишь Сходства Правда Знаете Так Похож На Игнать Игнать Блюлов Апостол Павел Прямо Знаете Картин Есть Так Заканчиваем Песнопение Много лет А жениху Списнет И Просишь И Стеково И Всему Уложить Тетя Богородицу Присоблаженную И Принепорочную И Матерь Бога Нашего Счастнейшую Херубин И Славнейшую Без сравнения Серафим Без искрения Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От Нашествия Иноплеменников От Нутренних Расприй От Беззакония Которое Втаня Останови Делающих Зло Просвети Правителей Страны Нашей Что Вы Принимали Мудрые Законы И Всех Начальствующих Также Просвети И Защити Людей Не Познавших Тебя Обрати К истине Что Божественная Любовь Твоя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как Должно Пусть Покаются В небрежении Своем И проповедуют Смело И на Славном Об Иисусе Христе Господи Праведны Суды Твои Над Россией За то Что Оставили Тебя Слово Твое Извеченное Святой Библии Прости Нас Господи Владыка Жизни Что Сокрыли Имя Твоего Твоего Бог Иегова Дух Святой Да Наставит Нас Не признавать Никаких Иных Богов Выпия Ава Отче Господи Научи Нас Семикратно В день Прославлять Тебя За суды Правды Твоей Тебе Хвала Слава Чести Поклонения Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Милый Господь Прими Нашу Молитву Возьянье Рук Как Жертву Вечернюю Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Господи Соедини Нашу Молитву С Молитвами Всех Святых Молящих Тебе На небе И на земле Любящий Наш Отец Небесный Мы Просим Тебя Прими Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам И Исполни Ее Мы Просим Тебя Дивный Наш Создатель Ради Голговских Страданий Сына Твоего Единородного Иисуса Христа Прими Нашу Молитву О Всех Заповедавших Нам Молиться О Них Спаси Господи И Помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушает И Дослышит Рак Твой Аминь Аминь Аминь